МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напомним, что должность сети менеджера стала вакантной после ухода Виталия Артемова по семейным обстоятельствам в конце октября. Сейчас обязанности главы администрации исполняет Светлана Горячкина. В итоге депутаты на сегодняшнем заседании своим решением утвердили персональный состав комиссии по проведению конкурса. Всего в комиссии будет 10 человек. 5 от Рязанской городской думы и 5 от губернатора. Депутаты включили в комиссию заместителей главы муниципального образования Ларису Максимову и Петра Поленка, первозаместителя Александра Чайку, председателя комитета по организации работы городской думы, регламенту и депутатской этике Сергея Самарского, а также заместителя начальника правового управления думы Елену Филянову. Далее конкурсная комиссия рассмотрит заявки кандидатов. Программа претендентов на пост главы городадминистрации заслушают 12 декабря в Малом зале городадминистрации, а непосредственно сам конкурс на должности деменеджера должен будет состояться 15 декабря. Условия конкурса и проект контракта с будущим главой исполнительной власти опубликуют в газете «Рязанские ведомости». В общем, уже довольно скоро жители областного центра узнают имя нового главы администрации. Но это о начальниках будущих. А на минувшей неделе произошли кадровые перестановки руководящего состава в региональной службе наркополиции. Исполняющим обязанности начальника управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков стал Олег Андреяшкин. До этого он работал замначальником силового ведомства. Напомним, что в прошлую пятницу указом президента России от руководства Рязанским УФСКН был отстранен Игорь Туровский, который сейчас находится под следствием по коррупционному делу. Он арестован в рамках уголовного дела, которое было возбуждено почти год назад. Обвиняется он в получении взятки в особо крупном размере. А в середине октября прошлого года Туровский был взят под стражу. Кстати, судебных решений по, если и не резонансным, то, по крайней мере, интересным процессам вынесено сразу несколько. Прежде всего, это завершение уголовного дела в отношении директора автосалона Евразии, который прославился во время государственной программы по утилизации старых автомобилей. Еще на прошлой неделе обвиняемые в мошенничестве супруги Шеварденковы попали под амнистию. Напомним, что Анатолий Шеварденков обвинялся в обмане более двух с половиной сотен жителей Московской, Рязанской и Тульской областей. Общий ущерб оценивался почти в 50 миллионов рублей. Однако суд учел, что Шеварденкова полностью признали свою вину и отдали деньги клиентам. Потому все потерпевшие отказались от предъявления гражданских исков. В итоге супруги Шеварденковы выпущены по амнистии, без судимости. Ну а в Советском райсуде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника Рязанского управления МЧС Олега Никифорова. Приговор пять лет условно. Напомним, что Олег Никифоров обвинялся по статье «Мошенничество». Судом установлено, что будучи начальником регионального управления МЧС, он похищал деньги для личных нужд, а также для создания резерва на различные непредвиденные расходы. Однако в ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину и возместил причиненный материальный ущерб. И еще Советский районный суд прекратил уголовное преследование директора рязанской туристической фирмы «Робинзон» Алексея Епифанова. Напомним, что Епифанов обвинялся в 48 эпизодах по статье «Мошенничество». По версии следствия, руководитель турфирмы «Робинзон» в 2012 году получил от клиентов оплату за турпутевки. Однако ни путевок на отдых, ни денег обманутые клиенты так и не получили. А на прошлой неделе истек срок давности преступлений. По этим предпринимательским статьям он составляет два года. На минувшей неделе произошло довольно много криминальных событий. Обзор происшествий продолжает программу. Очередному сбытчику наркотических веществ был вынесен приговор железнодорожным районным судом. Пять лет колонии строгого режима. Роман Меркулов, бывший владелец тату-салона, в период с февраля по июль 2012 года занимался продажей тяжелых синтетических наркотиков. По материалам уголовного дела молодой человек также активно употреблял. Сотрудникам госнаркоконтроля удалось выследить пути продаж синтетической отравы молодым наркодилерам. Также управлением госнаркоконтроля завершено расследование еще одного уголовного дела в отношении двух участников преступной группы, которые занимались продажей синтетических наркотиков на территории Рязанской области. Гастролеры из Нижнего Новгорода и Самары обеспечивали психостимуляторами мелких наркодилеров посредством сети интернет. Молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы. В ходе задержания жителей Нижнего Новгорода у него при личном досмотре было изъято 250 граммов синтетического наркотического средства. В ходе проведения дальнейших оперативно-ростных мероприятий в квартире, которую указанный гражданин арендовал в городе Рязани, было изъято более 100 свертков с наркотическими средствами, а также были обнаружены различные упаковочные материалы и средства, предназначенные для сбыта наркотиков путем тайниковых закладок. По результатам проведения дальнейших мероприятий в этот же день был задержан другой участник преступной группы. Это житель города Самары, который выполнял роль приобретателя наркотических средств в крупном размере. Он получал партии активного компонента синтетического средства весом от одного килограмма и более. Потрудились во благо Родины и сотрудники регионального управления судебных приставов. Очередная группа иммигрантов была отправлена из аэропорта Шереметьево к себе на Родину. На этот раз приставы обеспечили билетами на рейс самолета граждан Китая. Судебными приставами по обеспечению основного порядка деятельств судов управления выдворены за пределы Российской Федерации в форме принудительного контролируемого перемещения через государственную границу 345 иностранных граждан, в том числе 6 женщин. За аналогичный период прошлого года было выдворено на этот момент 335 человек. Вечная война пешеходов и водителей в нашем регионе никак не закончится. Только за 10 месяцев текущего года на дорогах Рязанской области произошло без малого полтысячи наездов на пешеходов, в результате которых погибло 67 человек. С целью обеспечения безопасности пешеходов на дороге сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят рейды, направленные на выявление нарушений ПДД как водителями, так и пешими участниками дорожного движения. Опять же, за 10 месяцев было выявлено порядка 8500 нарушений со стороны водителей по непредоставлению преимущества пешеходов и более 10 тысяч пешеходов-нарушителей, которые приходили в неположенном месте дорогу на красный свет, запрещающий сигнал светофора. Такой была эта неделя для рязанских силовиков. А работники федеральной миграционной службы отметились рейдом по нелегалам. На этот раз искали нежелательных для пребывания гастарбайтеров среди водителей маршрутных такси. Обеспечение безопасности пассажиров общественного транспорта – одно из важнейших направлений в работе рязанских автоинспекторов. Качество предоставляемых услуг в этой сфере состоит из множества нюансов, за которыми должны следить самые разные инстанции и структуры. Совместный рейд ГИБДД, управление федеральной миграционной службы и госавтодорнадзора проходит в Рязани последние два дня. За два неполных дня работы было выявлено порядка 26 нарушений. Из них было выявлено 10 неисправных маршрутных транспортных средств. За эти нарушения привлекаются как водители, так и в последующем будут привлечены механики, которые выпускали данные транспортных средств на линию. Задача автополицейских ясна. Она состоит в наблюдении за исполнением ПДД в сфере пассажирских перевозок. Сотрудники ФМС проверяют у приезжих водителей наличие необходимых документов. Было проверено порядка 20 транспортных средств, среди которых на сегодняшний период только 6 управляли граждане, иностранные граждане. Были проверены документы разрешения на работу, соответствующие документы, дающие право осуществлять перевозки. Нарушений не было выявлено. Тенденция идет к тому, что лучше оформить законно, нежели чем платить штрафы, сумма которых от 250 до 800 тысяч рублей. Ну а инспекторы автодорожного надзора осматривают транспорт. Он должен быть исправным и безопасным для пассажиров. Мы проверяем наличие, значит, путевой документации у водителей. Значит, если есть путевая документация, то обращаем внимание, значит, проверялся ли перед выездом на маршрут транспортные средства, это в целях безопасного движения, значит, и проходил ли водитель медицинский осмотр. Нарушения в сфере пассажироперевозок происходят постоянно. И пока их количество не станет минимальным, подобные рейды будут иметь место. Вы смотрите программу «Время говорить». Вот что будет во второй ее части. Всероссийский день ребенка. Социальные услуги должны стать доступнее, а чужих детей не бывает. Это доказала приемная семья Марковых. Дружбе четверть века. В гости приехала делегация из немецкого города по братима Мюнстера. Поход в театр – это просто и легко. Открылась школа театрального лидера. 90 лет на этой неделе исполнилось со дня образования Рязанского областного кожно-венерологического диспансера. Этот юбилей врачи, избавляющие своих пациентов от кожных недугов, провели с научной пользой в Рязанском государственном медицинском университете. Буквально несколько дней назад в зале Рязанского медицинского государственного университета обсуждали актуальные в наши дни инфекционные заболевания. Сегодня этой площадкой для дискуссий и докладов воспользовались представители дерматовенерологии и косметологии. Будучи на координационном совещании российского уровня, неоднократно были ссылки на совещание в Рязани. Это всегда очень приятно. Это говорит о том, что мы тоже что-то из себя представляем. И уровень наших специалистов, наших ученых, он достаточно высокий, что на него ссылались. Сегодня врачи-дерматологи работают практически в каждой поликлинике. Не то, что в далеком 1919 году, когда из медиков были только заведующий, санитарка и сиделка. Именно тогда впервые зашел разговор о неблагополучной ситуации в Рязанской губернии. Причиной для тревог стал сифилис, самое показательное заболевание, говорящее об отсутствии у населения, любви к чистоте и заботе о здоровье. В 1924 году мы эту дату нашли в архивных документах. Был издан указ губернского отдела здравоохранения о открытии венерологического диспансера в городе Рязани. И вот с этой даты началась наша история. К счастью, в наши дни тяжелых дерматозов, которые требуют длительного пребывания в лечебном учреждении, не наблюдается. Но даже свой 90-летний юбилей медики предпочли провести с пользой. Обсуждали анализ эпидситуации, обзор современных новых подходов лечения, вопрос организации оказания квалифицированной помощи в связи с современными требованиями. Из Рязани вышли корифеи дерматологии, поспелов, полотебных, то есть те профессора, которые потом были ведущими специалистами России. Рязань уже приобрела определенный статус города, где обучаются и работают высококвалифицированные специалисты. Так что остается только поздравить дерматовенерологов с праздником и все-таки пожелать поменьше работы. Во многих регионах, в том числе и в Рязани, решено было провести на этой неделе День правовой помощи детям-инвалидам. Родители таких детей с ограниченными возможностями смогли получить бесплатные консультации от юристов. А изменения в законодательстве обсудили на круглом столе в Доме общественных организаций. Всероссийский день правовой помощи детям ежегодно проводится 20 ноября. Проект рассчитан на оказание бесплатной юридической поддержки детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, их опекунам и родителям детей-инвалидов. За круглым столом обсуждали масштабные изменения в законодательстве по теме оказания помощи в предоставлении социальных услуг. Нововведение направлено на повышение качества и доступности информации для людей с ограниченными возможностями. Основная проблема состоит в том, что многие дети все-таки остаются за чертой внимания, в связи с тем, что недоступны многие учреждения, недоступны многие мероприятия, которые инициируются для их детей, поэтому они остаются без внимания, остаются в четырех стенах. Поэтому мы прилагаем все усилия, мы делаем мониторинг всех мероприятий, всех, допустим, учреждений и стараемся, чтобы наш город и жизнь в нашем городе стала как можно более инклюзивной, чтобы эти люди были включены в активную такую социальную жизнь. Кстати, впервые некоммерческие организации, которые помогают инвалидам, приравниваются законам о социальном обслуживании населения к государственным учреждениям такого же профиля. Но и сегодня же специалисты помогали составлять юридические документы семьям, попавшим в трудные жизненные ситуации. Во Всемирный день ребенка дорожные инспекторы посетили тех ребят, которые обделены домашним теплом и материнской лаской. Сотрудники госавтоинспекции принесли подарки в Рязанский дом малютки. Всемирный день памяти жертв ДТП во всех регионах России прошел по-разному. Вместе с каретой скорой помощи одними из первых на место трагедии спешат сотрудники госавтоинспекции. Они знают аксиому, которая помогла спасти сотни пострадавших – в капле крови океан жизни. А потому вместо лекции о правилах дорожного движения предпочли сразу действовать. Все, кто мог, приезжали на областную станцию переливания крови, чтобы тоже примкнуть к стройным рядам доноров. Тем самым сделали сразу два добрых дела. На вырученные средства приобрели мечи, куклы, машинки и другие приятные подарки для воспитанников дома малютки. Пообщавшись с руководством дома ребенка, мы выяснили, что нужнее всего детям игрушки. Поэтому мы приобрели игрушки и для девочек, и для мальчиков. И сегодня пришли с подарками именно сюда, чтобы доставить детям радость. Потому что сегодня отмечается Всемирный день ребенка. Ну и кроме того, именно во Всемирный день ребенка нам хотелось бы подарить капельку своей душевной теплоты, своего внимания этим детям, которым данного внимания не достает, которые обделены со стороны своих родных родителей. Малыши пока не знают, чем отличается человек в форме от всех остальных. Но такие мероприятия очень наглядно показывают, как важно с молодых ногтей воспитывать в горожанах уважение и доверие к представителям правоохранительных органов. А о том, что чужих детей не бывает, хорошо знают в большой и дружной семье Марковых. Они все вместе живут в поселке Ключ, недалеко от села Поляны. Сиска, а скотия, помнишь, берет. Мишка, сиди, и на голове так. Сейчас малышке Ульяне чуть больше трех лет, а ее сестренка Даша младше нее на год. Красавицы, болтушки и хохотушки, они показывают нам свои рисунки, зовут играть, доверительно усаживаются на колени. Когда они вырастут, то будут помнить о своем детстве только хорошее. В прошлом уже остались родители, которым сестры были не нужны, и детский дом. Их новая жизнь началась в тот момент, когда их удочерили супруги Марковы. А вот для самих, Марины и ее супруга Петра, сегодня родителей уже шестерых приемных детей, новая жизнь началась чуть раньше, когда они решились на усыновление. Мы с мужем прожили 18 лет и никак не могли иметь ребенка. Мы лечились, в общем, долго к этому шли. А жили мы в песочне Путятинского района. Там находится на территории нашего села детский центр реабилитации. И единожды, как бы мы уже были готовы к этому, поэтому долго раздумывать не пришлось, но подошла к нам директор центра Александра Федоровна и сказала, что есть дети, которые, в общем, готовы уже к усыновлению. То есть со статусом. Я быстренько-быстренько все это обдумала. Вечером посоветовалась с мужем. И на второй день мы уже пошли знакомиться. День знакомства отчетливо запомнили и взрослые, и дети. Когда мы жили в центре, мы пришли с учебы, нас привели. Мы начали убираться в комнате. Меня позвала воспитательница, я тогда увидел маму. Нас, ну, познакомили, но я еще не знал, что она нас возьмет. Ну, мы познакомились, посидели, поговорили. Я рассказал о себе. Ну, мы тут же прям подружились, но на другой день он же пришел к нам сам. То есть отпросилась у Александра Федоровна. Это был конец 2008 года. Он заканчивал на тот момент четвертый класс. У него был выпускной, и он пришел меня пригласить на выпускной. Вот так наши отношения завязались. У него тут вскоре день рождения. Он сказал, что у него есть неосуществимая мечта. Это скоростной велосипед. Но она у него в дню рождения осуществилась. И так вот мы 20 июня, мы стали уже приемной семьей. Имея уже троих приемных детей. Вместе с Артемом в приемную семью попали его старший брат Алексей и сестра Аня. Ну, а дальше больше. В 2010 году Чита Марковых на фестивале приемных семей узнала о благотворительном фонде «Ключ» и его программе. Вступив в него, они получили благоустроенное жилье и вновь задумались о прибавлении в семействе. Так в их доме появились Денис и лапочки дочки Ульяна и Даша. «Скажите мне вот там 10 лет назад, что у меня будет 6 человек приемных детей. Я бы в жизни никогда никому не поверила. А потом, когда ты уже с этим сталкиваешься, когда у тебя нет своих детей, когда ты, получается, нереализованная женщина, это очень тяжело. Мы со многими разговариваем. Мне сейчас говорят, вот хотела бы ты вернуться в ту жизнь до детей. На что я отвечаю – нет, никогда». Сегодня сотни детей в детских домах мечтают о настоящей семье. Современное законодательство предусматривает несколько форм устройства детей, оставшихся без родителей. Кто-то становится, как Марковы, профессиональными приемными семьями. Кто-то оформляет опеку или попечительство. Вот только детям не важны эти юридические тонкости. Они просто нуждаются в любви и внимании. Городские власти торжественно встретили немецкую делегацию из Мюнстера и вместе отметили четвертьвековой юбилей установления дружественных отношений. Рязань и Мюнстер вот уже 25 лет являются городами-побратимами. В связи с юбилейной датой партнерских отношений наш город посетила делегация, в состав которой вошли немецкие политики, дипломаты, сотрудники посольства и общественные деятели. Торжественная часть празднования юбилея началась в здании Рязанской администрации. Дорогие друзья, мы сегодня поздравляем всех вас от имени депутатов Рязанской городской думы, от имени жителей города Рязани с 25-летием со дня установления партнерских отношений между Рязанией и Мюнстером. Мы рады приветствовать сегодня нашу немецкую делегацию. Низкий им поклон за то, что они сюда приехали в Рязань, разделить вместе с нами. Праздничное настроение. Действительно, когда друзья собираются вместе, это доставляет большую радость. Подписание договорных отношений между Рязанью и Мюнстером состоялось 1 ноября 1989 года. За прошедшие годы стороны неоднократно обменивались делегациями. Был реализован не один десяток совместных проектов в самых разных сферах. Мы, наверное, можем говорить не столько о партнерских, сколько действительно о братьевских отношениях. Это больше русское слово, но оно, наверное, действительно отражает тот характер взаимодействия, который у нас сложился. А за эти пять лет было сделано достаточно многое, как и делалось на протяжении 20 ранее прожитых нами лет. По линии социальной активности, по линии экономической деятельности и по другим важнейшим направлениям развития наших городов. Далее делегация переместилась в Докапрёкский, где была организована выставка ремесел и прикладного искусства. А на сцене развернулось целое шоу. Русские народные танцы сменялись европейскими и татарскими. Туркменские мелодии чередовались с песнями на армянском, мордовском и немецком языках. Зарубежные гости высоко оценили уровень культуры в Рязани и выразили надежду на дальнейшее продолжение дружественных отношений между городами. Они пообещали, что отметят 25-летие русско-германского партнерства в Мюнстере так же ярко и широко, как это делается в Рязани. И еще в наш город приехали руководители театров из соседних областей. В Рязани стартовала так называемая школа театрального лидера. И в здании Рязанского театра драмы будут проходить практически занятия и мастер-классы от ведущих московских деятелей этого вида искусства. Проект школа театрального лидера создан центром имени Мирхольда и департаментом культуры Москвы. Цель серьезная – привести в храм Мельпомена поколение, которое развивает традиции русского репертуарного театра, будет участвовать в его модернизации. Руководители команды из области, составляющие модули в контексте своей специфики, своего рода новшества. Театр не может изолироваться от общества. И если общество живет определенными интересами, театр должен отражать эти интересы. Поэтому в театрах и существует сегодня такое понятие, как малая сцена. Это, как правило, площадка для экспериментальных работ. Любить своего зрителя с каждым годом становится все труднее. Это значит позволить людям, привыкшим во всех сферах услуг, получать достойный сервис много больше. Но при этом не потерять очарование настоящего театра и не упразднить репертуар. В России не используют весь ассортимент средств для того, чтобы общаться со зрителем. Например, грамотное создание интернет-сайтов, взаимодействие через социальные сети, покупка билетов одним кликом мышки. Театр искусства нетиражируемый. Его невозможно как кино напечатать в большом качестве копии, чтобы видели все, кто хочет. И все увидели одинаково, увидели практически оригинал. Нет. Любой театрный спектакль за время его жизни увидит ограниченное количество людей. И хорошо, когда есть какие-то способы перенести, перевести спектакль на другой язык. Елена Шитова приехала из Архангельска. Их театр драмы в несколько раз моложе, но гораздо больше. Целый дворец съездов. Недавно был показательный случай. Местная жительница сделала подарок на 75-летний юбилей. Она подарила себе и всем гостям билеты на спектакль. Лучшие места и хорошая скидка тоже пример клиента ориентированности. В рамках государственной политики наконец-то потихонечку наши головы высокие начинают понимать, что такое театр. Что это не только досуг и развлечение, а это определенная культурная репутация региона. Главное все в меру, чтобы новшества не посягнули на уважение к театру и его актерам. Чтобы первое впечатление от увиденного спектакля заставило непременно купить билет на следующее представление. На этом итоговый выпуск программы «Время говорить» подошел к концу. Желаем вам приятных выходных. Берегите себя и свое здоровье. И до встречи в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин